Слава Господу, братья и сестры! Я приветствую вас всех в Божьем Доме. И хочу сказать, что Божий Дом – это место и стончик нашего подкрепления, укрепления и вдохновения. Вы знаете, я слышу, как мы вчера были на Братском, где пастыря разных церквей собрались вместе, и мы говорили о том, что происходит в народах сегодня, такие же вещи в жизни, такие же вещи. И они говорят, что у многих просто приходит отчаяние, уныние, и, знаете, они просто не могут функционировать. И я вам хочу сказать, что ни в коем случае нам нельзя этого делать. Мы Божья Церковь, которая всегда должна иметь источник жизни, которая в Боге нашем. И такого времена, сложные времена, они на самом деле испытывают, где мы находимся. На самом деле, насколько близка наша связь с Богом. Вы знаете, однажды Давид говорил, Господь, кто имеет закон Твой внутри себя, слово Твое, тот всегда будет силен и укреплен. Может быть, мы позже коснемся этого слова. И слово, которое он там использует, как пуповину. Кто имеет пуповину между собой и своим духом и словом Твоим. Так же будет, как дитя во чреве матери, всегда накормлено, всегда позабочено, так и те, которые имеют связь с Богом. Через что бы мы ни проходили в своей жизни, будем всегда иметь утешение, поддержку, благословение. Хорошо, у нас немного времени. Группа прославления. Спасибо вам за ваше служение. Пусть Господь благословит нас. Но я смотрю, как время наше быстро бежит. Сегодня я хотел бы немножечко поговорить с вами на вторую часть той темы, которую я начал с вами где-то месяц назад, которая называется «Я соблазнился, помогите». Часть вторая. «Я соблазнился, помогите». Знаете, вот мы начали эту тему до того, как начались эти все конфликты и проблемы, и, знаете, межнациональные вопросы вдруг остро стали подниматься, как в 2014-2015 году. И вообще, мы живем сейчас в такое время, я позже об этом буду читать. Христос об этом сказал, что будет очень сложное время. И один из признаков этого сложного времени, что абсолютно все будут очень легко обижены. Всех будет очень легко соблазнить. Будут очень тяжелые времена, которые наступают на землю. И на самом деле мы сейчас в это время живем. Мы сейчас в это время живем. Ну давайте порассуждаем, что происходит у нас сегодня в нашем обществе. Вот помните, началось все с коронавируса. Идет кто-то в магазин и не одел маску. Переживали на себе взгляды? Это вот взгляды. Да как ты можешь? Не заботишься об обществе. Маску ты не одел. По разным причинам. Либо ты забыл, что ты не одел, либо ты вышел из прошлого магазина, и у тебя до сих пор на носу ощущение, как будто ты носишь эту маску, а ты уже не носишь ее. И кто-то на тебя может дать тебе такой dirty look, посмотреть на тебя и буквально фыркнуть в твою сторону, знаешь. Не дай бог, ты еще чихнешь где-то в магазине, вообще от тебя чуть ли не полицию на тебя могут вызвать. Посмотрите, какая. Знаете, что сегодня общество, в котором мы живем, что уже сегодня требуют, вот имейлы мы отсылаем, я работаю на очень большую организацию. Например, многие доктора сейчас стали подписываться уже, там, например, я, Саманта, Смит, и потом ставят их pronouns. She, hers. Молодежь знает, о чем я говорю. Как вы думаете, для чего они это делают? Чтобы подсказать людям, что несмотря на то, что у нее женское имя, она идет через pronouns она. То есть ее нужно называть она. Не он, но не он, а она. Потому что сейчас полный конфьюз. Иногда ты слышишь мужской голос, я бываю на звонках со своими, мужской голос доктора, который на самом деле уже не Стефан, а Стефани. И если ты, не дай Бог, назовешь его он, он напишет на тебя жалобу и очень сильно соблазнится, потому что он в начале телефонного звонка представился как женщина, несмотря на то, что у него мужской голос, и по природе он был рожден мужчиной. Соблазняться на тебе, напишут на тебя репорт, скажут тебе, что ты, знаете, поступаешь как-то не так. Политические вьюз сегодня. Я не знаю, христиане, которые поддерживают Трампа, часто переживают соблазн или как бы недовольство или ухмылки со стороны тех, которые поддерживают, я не знаю, на то время Хиллари, наверное. Знаете, точно так же наоборот, есть много христиан, которые поддерживают демократов за их неопределенные вьюз, которые они смотрят. И им так кажется, что это правильно, и так дальше, и так дальше. И мы начинаем жить в очень интересное такое время, где все вот друг на друге на чем угодно могут соблазниться, обидеться, посплетничать, осудить, сказать что-то неправильное и так дальше. И я вам хочу сказать, что время, в которое мы с вами удостоили жить, это время последнее. И я буду читать сейчас, и мы немножко с вами коснемся, почему это происходит. Я уже не буду говорить с вами сейчас о том, что происходит сейчас, и о военных действиях. Есть люди, которые ближе живут к одной стороне и пропитываются одной информацией. Есть люди, которые живут к другой стороне и пропитываются другой информацией. И знаете, к сожалению, даже иногда бывают стычки между братьями и сестрами, которые уже давно не должны принадлежать ни к какому-либо народу на земле, а прежде всего, их верность, их принадлежность должна быть Господу и Божьему Царству. И бывает иногда, и честно хочу сказать, не со всеми вещами я согласен, ни с одной, ни с другой стороны. Бывает определенная резкость, бывает определенная грубость, и грубость выражена в сторону всего народа. И это неправильно. Это неправильно. Иногда бывает даже просто у нас недостаток сострадания к тем людям, которые проходят через сложности, знаете, будь то с одной, будь то с другой стороны. И мне всегда приятно видеть тех, которые на самом деле люди, которых коснулся Господь, в сердце которых живет любовь, они никогда не могут себе позволить выразить открыто ненависть ни в какую сторону, потому что Библия говорит, от беззаконных исходит беззаконность. Беззаконность. Если ты пропитан ненавистью, это то, что выйдет из тебя, несмотря на... Это то, чем наполнено твое сердце. Я хочу призвать сегодня многих с тем, что какой бы стороне или какими бы убеждениями, потому что я знаю, эту проповедь, может быть, будут слышать и представители одной и другой стороны. Каким бы убеждениям ты не принадлежал, но если у тебя нету сострадания к людям, которые страдают, проверь свое христианство. Проверь свое христианство. Итак, вы знаете, и что вам хочу сказать? Точно так же нам нужно иметь понимание к людям, которые не всегда согласны с нами и не всегда согласны с моей точкой зрения. Потому что на войне все врут. И ты слышишь репорты с одной стороны, есть одно, с другой стороны, есть другое. И на самом деле это не наше вникать во все эти политические вопросы. Наши знания, они ограничены. Никто не поехал куда-то и составил репорт полностью один, потом составил репорт другой, потом сложил все обстоятельства исторические, какие бы то ни были, интервью взял у всех людей. Никто, только один Бог это все знает. Поэтому с нашей стороны о чем должны мы заботиться? О том, чтобы сохранить свое сердце от зла и соблазна. Потому что эти соблазны, они впираются в церковь. Да простой пример с нашего чата даже недавно. Я не буду называть никаких имен, но мы видим, как уже на церковном чате начинаются об этом. Подумали об этом, подумали, и смотришь, уже кто-то бац и покинул чат. Понимаешь? Потому что сердце рвется. И я вам хочу сказать о серьезных вещах, что мы, как церковь Божья, не имеем права этого допустить. Слышите? Итак, давайте начнем с первого места, которое хотелось бы прочитать. Матфея 18 глава 7 стиха. Написано следующее. Горе, напомню, может быть, те моменты, которые мы осветили с вами на прошлой проповеди. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти с соблазном. Необходимо, чтобы с соблазны прийти. Давайте смиримся с этим. Хорошо? Давайте, пожалуйста, примем такую истину. В какую бы ты самую праведную и святую церковь не ходил, в каком бы обществе частью народа ты не являлся, да более того, какой бы праведной и благословенной семье ты не принадлежал, всегда будут соблазны. И позже я вам скажу, почему они необходимы. Почему соблазны бросают нам вызов и тянут нас на гораздо более высокий уровень? Они абсолютно необходимы. И об этом сказал Христос. С этим согласны слова Иисуса Христа. Он сказал, горе миру от соблазнов, да, но они должны прийти, но горе тому человеку, через которого приходит соблазн. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть вверженным в гиену, в огонь вечный. Если твой глаз соблазняет тебя, вырви его и брось его от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь вечную, нежели с двумя глазами быть вверженным в гиену огненную. Также Луки, Евангелие от Луки, 17 глава, с 1 по 4 стих. Сказал также Иисус с ученикам. Невозможно не прийти с облазном, но горе тому, через которого они приходят. Лучше бы было ему, если бы мельничных жертвов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою. За кем нужно наблюдать? Скажите, за кем? За собою. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя, брат твой, выговори ему, если покаяться, прости ему. И если 7 раз день согрешит против тебя, и в 7 раз день обратится и скажет, каюсь, что сделай? Прости его. Прости его. Итак, мы видим строгое обращение Иисуса Христа. Он сказал, что соблазны будут пробираться и просачиваться в вашу жизнь. И какой образом он имел в виду здесь соблазны? Соблазн, который в итоге вызывает повод ко греху в жизни другого человека. Это вызывает определенную горечь, эмоциональную проблему или трудность, как мы говорили с вами на прошлом собрании, когда обсуждали эту тему. Либо отношение мужа с жены не совсем чувствительное, либо поведение родителей часто по отношению к детям, и дети смотрят на поведение своих родителей, либо поведение лидеров церкви, либо поведение членов церкви по отношению к людям этого мира. Библия говорит, что очень часто дьявол заинтересован в том, чтобы сбить человека с пути, сделав тебя очень часто наживкой, наживкой или твое поведение наживкой, для того, чтобы человек, наблюдающий за тобой, проглотил эту наживку и в итоге потом жил с определенным горечью и страданием внутри себя, потому что не должен был так поступать этот человек, или та личность, или та сестра, или тот брат, или тот родитель, или отец, или мать, или сын, что бы то ни было. Христос здесь говорит, что для меня очень серьезные чувства, которые вы переживаете и через которые вы страдаете, и поэтому в защиту тех людей, которые будут соблазнены часто нечувствительным поведением других, кто бы то ни был, Он говорит, что лучше бы таким людям не родиться. Я говорю здесь не просто, знаете, кто-то меня разозлил, или просто я говорю здесь о соблазне, который вызвал то, чтобы, например, человек ушел из церкви, или что человек поставил тебя или твой грех, с которым ты живешь, поставил его между Богом и собой. Кто знает, что очень часто люди смотрят на людей в церкви, вне церкви, чтобы примерно судить о Боге, которому они служат. Я вам хочу сказать, лицемерие оттолкнуло от Бога гораздо больше людей, чем открытый атеизм воинственный. Можете согласиться со мной? Я вам скажу, даже статистика об этом говорит. Атеист он, ладно, но атеист, он никогда не встретился с Богом, он никогда не познал с Бога. Но когда человек, который говорит, что я люблю Бога и в церкви поет и благочестиво долго молится, но выходит за церковь и ведет себя совершенно отвратительно, я вам скажу, такой человек будет гораздо большей проблемой для Божьего Царства, чем воинствующий атеист, кто бы он ни был. И поэтому здесь Иисус говорит очень серьезные слова. Наблюдайте, как вы ведете себя, наблюдайте по отношению, как вы ведете и поставите себя в обществе, потому что очень часто вы можете стать камнем, претновением для других людей и погубить человека или брата, за которого умер Христос, потому что он младенец. Хорошо ли соблазняться? Честно вам хочу сказать, нет. Мы никогда не видим, чтобы Иисус, написано, Иисус соблазнился. Никогда не видим. Мы часто видим, что люди соблазнялись на Иисусе, часто даже люди могли бы соблазняться на истине, чего мы позже коснемся. Но я вам хочу сказать, что человек, который свободен от соблазна, это человек, который духовно зрел и крепок, который имеет невероятную связь с Богом, и в эту связь никто не может залезть. Человек, который соблазняется, это человек, который проглотил наживку и в итоге потом ставит лицемера между собой и Богом. Или поведение человека недостойное между собой и Богом и начинает судить о Боге через призму человека, который лицемер. Говорит, Господь, я не понимаю, как ты так? Ты какой-то несправедливый, ты какой-то неправильный. Они позволяют вот это поведение поставить между своими отношениями с Богом, что вызывает гибель. Итак, следующее место, которое я хотел бы прочитать, написано Матфея 24 глава, это о нашем времени, в котором мы живем. И нам с вами повезло жить в это время. Там, где ты можешь произнести, сказать, увидев мужчину и сказать, что это он, а это может быть считается, что это она, и он на тебя суд подаст. Понимаете? Мы живем в очень странное, интересное время такое, но мы, как церковь, прежде всего должны понимать это время и относиться к этому соответственно. Писание говорит, «Также услышите о войнах и о военных слухах». Слышим мы сейчас об этом или нет? Признаки последнее время. Услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не... Это Матфея 24 глава, 6 стих. Пожалуйста, открой, Матфея 24 глава, 6 стих. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство. Видим мы сейчас это? Видим это сейчас. И будут голод. Уже начинаем мы заботиться, потому что знаем, что будет определенные сложности, кризисы. Моры, моры — это ковид, это мор, это то есть болезнь, которая путешествует по всему миру. Это мор, ковид и прочее, свайн флуи, бирд флуи, все вот эти вещи, с которыми мы с вами в последние десятилетия сталкиваемся. Будут землетрясения по местам. Все это, у меня для вас не очень хорошая новость, в соответствии с хорошей новостью, все это начало болезни. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидевы всеми за имя Моё. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, возненавидя друг друга, и многие лжепророки восстанут, и прелестят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца что? Спасется. Тот, кто потерпит до конца, спасется. Итак, мы видим, что Иисус, будучи пророком Божиим, описывает очень четкую ситуацию, в которой мы сегодня с вами живем. Говоря, что это начало болезни, и скорее всего сложности еще больше придут. И нам необходимо запастись кое-чем, и запастись необходимо терпением, потому что терпением нашим в итоге мы сможем спасти наши души. Терпение, оно вырабатывается в очень сложных обстоятельствах. Я никогда не видел, чтобы человек научился терпеть, когда у него все хорошо, у него замечательные условия, у него все всегда хватает, он полный здоровья, полный счастья, дети его с ним, и все, все, все. Я никогда не видел, чтобы человек учился терпеть в хороших обстоятельствах. Тем не менее, мы все так убегаем от сложностей, потому что они как раз делают нас очень, знаете, некомфортно, они нас вытаскивают в ситуацию, где мы испытываемся до глубины костей, то, кем мы на самом деле являемся, и насколько Божьего Слова на самом деле находится в нас. Библия говорит, если ты в день бедствия оказался слабым, то что? Сила твоя бедна, потому что сила твоя испытывается не в день хороший, а в день сложный, в день бедствия. Сегодня многие, я слышу, разочаровались, не хотят в собрания ходить, нету силы молиться, они находятся, попадают, сами себя загоняют в определенную депрессию от того, через что проходят их не родственники. Я вам хочу сказать, вот эта сложность открывает, что вы немощны и неспособны, и когда будет начало болезней увеличиваться еще больше, скорее всего, вы сойдете с дистанцией, скорее всего, вы выкинете флаг, скорее всего, вы станете теми людьми, которые и тогда соблазнятся многие, соблазнятся многие. Они скажут, подожди, нет, что-то не так, Бог, почему, несправедливо, нехорошо, не то, и в итоге начинают соблазняться, оставляют свою веру и свое убеждение в Бога. И когда приходит соблазн, что на самом деле, вы знаете, в греческом переводе как переводится соблазн, какое слово? Кто-то читал когда-то, нет? Скандалон, то есть скандал проходит от этого слова, скандалон, соблазн. И скандалон, дело в том, что был спусковым крючком ловушки, на которую помещалась приманка. Если, ну, кто-то не знал, что это слово скандалон, греческое, оно использовалось в определенном месте, когда шли на охоту и ставили приманку для того, чтобы поймать зверушку. И скандалон, это часть вот этой ловушки, куда ставят кусочек сыра для мышки. В ловушку для чего ставят сыр для мышки? Чтобы накормить ее? Чтобы поймать ее. Чтобы потом обстоятельства хлопнули эту мышку, и она уже не смогла выбраться из этой ситуации. Поэтому Иисус говорил о силе соблазнов. Они могут настолько глубоко закрасться нас еще в детстве, и как эти ловушки с нами всю жизнь тащить и оттягивать нас, будь то от успешных и добрых отношений с Богом, будь то от хороших отношений с людьми, потому что я во всех буду видеть в итоге какой-то подвох и предательство и все такое, потому что меня предавали, потому что я однажды столкнулся с сложностью и так далее, и так далее. Ты смотришь на все через призму той ловушки, в которую когда-то ты был пойман. Скандалон, опять-таки, это та часть приманки, за которую... Когда мы съедаем приманку, эта ловушка захлопывается, и мы попадаем в эту ловушку. И что же на самом деле является вот этими захлопывающими обстоятельствами в нашей жизни? Мы начинаем потом судить людей. Вот я вижу какое-то неправильное отношение, да, и вот Христос сказал, видишь брата согрешающего, что нужно сделать? Скажи ему. Скажи кому? Ему или скажи полцеркви вокруг. Увидел брата согрешающего? Брата сестру? Молитвенная нужда у меня. Я видел брата. Он так. Мы сплетничаем, мы осуждаем, мы говорим за глаза, потому что очень часто мы недостаточно любим, чтобы прийти один на один, я не знаю, налить чай, пригласить в ресторан и сказать, поговорить о вещах, которые тебя волнуют в жизни этого брата или этой сестры. Мы недостаточно любим, мы соскользаем на момент, что пусть все начнут осуждать или это поведение или этого человека. Мы поступаем неправильно. Мы начинаем соблазняться, мы начинаем судить, пересуживать, и в итоге эту наживку загладываем еще больше, и она начинает отравлять нашу же собственную жизнь. Мы теряем мир, мы оставляем мир, мы пускаем мир, пусть он уходит, и начинаем жить в постоянной тревоге, в ненависти, в итоге до тех пор, пока она полностью не возьмет твою жизнь. Библия учит, что мир праведности и правды в жизни сеется у тех, которые хранят мир. Если я не храню мир, и я, например, соблазнился на ком-то, это будет, этот же яд будет, который у меня в сердце живет, будет передаваться на воспитание моих детей. Я буду с ними говорить, и там будет, там не будет мира, там будет идти определенная, определенная, знаете, неправильный месседж, который будет тревожить их или жену, или... Бывает, когда вы, да, вам нервы потрепали, вы обиделись на кого-то сильно, вы потеряли мир, приходите домой, и вы начинаете всем раздавать. Всем раздавать, жене раздавать, так, ты мне еще под руку попалась, почему-то, и давай тебе кусочек этого, да, детям, и вам кусочек этого, и в итоге мы начинаем жить в этом, поэтому Библия говорит, наблюдайте за собою, чтобы не проглотить эту наживку, имея мудрость, то, что я понимаю, что придут соблазны, и дьявол будет вести атаку против меня, и обстоятельства будут идти, чтобы я потерял свой мир, и потерял свой пророческий голос, потерял свою связь с Богом, и чтобы уже мое отношение с людьми было не через Бога, а через те обстоятельства, на которых я соблазнился. Да? Смотрите, Библия говорит, что когда люди соблазнятся, что приходит позже, потом? Предательство. Мы начинаем предавать друг друга, мы начинаем, знаете, вот такое от холодного, мы начинаем сдаваться друг на друге, да, он никогда не изменится, да, он никогда не сможет, мы, знаете, мы начинаем иметь такое, как бы холодное отношение к этому человеку, пусть он там сам себе будет, и так дальше. И далее Библия говорит, соблазняться, потом будут предавать, потом возненавидят, когда приходит ненависть, мы начинаем потом жить в этой ненависти друг к другу по отношению к людям, и что дальше приходят, мы видим, и лжепророки потом восстают. И когда я вам хочу сказать, сколько раз я видел людей, которые соблазнились в церкви, которые соблазнились, которые неправильно исцелили эту рану, которые продолжали держать этот соблазн в себе, которые потихонечку с годами, может быть, перерос в ненависть, как легко этим людям зацепить лжепророков, как легко им пойти на интернет и найти там, я не знаю, что земля плоская, извините, может кто-то из вас верит, что земля плоская, простите, если я вас соблазнил. Я имею в виду, как легко попасться на что угодно, какой-то придет, как это сказать, лжепророк, который будет говорить мягкие слова. Да вы спасены, да живете в непрощении, да слава Иисусу, за все заплачено, ничего страшного, все будет лжепророки, потому что я держусь за свою соблазн, и тут мне кто-то говорит, что я его должен отпустить, тебе никто не говорит согласиться с этим, но отпусти, чтобы ты не жил под этим бременем. Что нам легче сделать? Нам легче послушать какую-то проповедь, что тебе уже никогда в жизни не нужно ни за что просить прощения, потому что ты был однажды прощен, и прощен навсегда, просто живи как есть. Нас собирал обид, если живешь в каком-то непонимании или злости, да живи дальше, все кровью Иисуса Христа покрыто, ты спасен и благословенный идешь в мир, в церковь приходишь, тебя от всех это, ты на всех рычишь, на парковке готов сбить людей, которые take their good all time, знаете, идя к своей машине, то есть ты живешь в этом состоянии, но в церковь приходя, слава тебе Господь, мы спасены. Я вам хочу сказать, всегда лжепророки найдут большую аудиторию среди тех людей, которые не согласны с чем угодно или соблазнились на чем угодно, будь то на форме служения, будь то на том, как одеваются люди, будь то на том, как они прославляют Бога или не прославляют, что они едят или не едят, что они пьют или не пьют, мы всегда найдем тех, которые будут нам говорить, чтобы мы утверждались в том соблазне, в котором мы живем. И далее Писание говорит, по причине умножения такого рода беззакония, во многих охладеет любовь. В итоге потом мое сердце становится холодным. И знаете признак холодного сердца? I don't care. I don't care. Что тебя соблазняет, то, что я так себя веду? Слушай, расслабься, найди себе другую церковь. Слышите? Что это есть? Это есть понимание, почему Иисус говорит, когда ты видишь брата согрешающего, пойди скажи ему. Если брат скажет, братец, прости, я не думал, что это оскорбит твое чувство. Что? Приобрел ты брата, все нормально, вы исцелили свои отношения. А если не послушать, что нужно сделать дальше по отношению того, как Иисус учил? Ну-ка скажите мне, церковь, что дальше нужно сделать, если не послушая тебя брат, который, например, подталкивает других ко греху или тебя ко греху? Что нужно сделать? Нужно призвать еще двое или трое братьев или сестер в данном случае. Естественно, будьте консервит. Я думаю, что любовь, она всегда заботится о том, чтобы не вести какую-то полемику, создавать лагерь внутри церкви, создавать какие-то отделения и так далее. Любовь, она всегда проницательна. Она, скорее всего, возьмет близких родственников, которые на самом деле любят этого человека, поговорят с ними, сядут там за чай, решат вопрос. А если не послушает, что дальше? Скажи в церкви. Если в церкви не послушает, то смотри, три возможности были дано. Что дальше? Да будет тебе, как мытария язычник. Почему? Это признак того, что человек оставил любовь и заботу о других людях. Он, в принципе, приходит, потому что противоположность любви, это не ненависть, противоположность любви, это а мне все равно. I don't care. Если вы, и что вы обо мне считаете, что вам не думать. I don't care. Поэтому духовно зрелые люди, они всегда заботятся о том, чтобы не подавать соблаз. Тем не менее, хочу сказать, что есть в этом определенная мера. Потому что есть христианские шантажеры, знаете, есть такой рэкет духовный. Если ты сейчас не поменяешь шузы, в которых ты ходишь, я на тебе соблазнюсь, и что тебя ждет? Жернов на шею. Ой, как я жду, не дождусь, пока тебе жернов на шею. Господь повесит и в пучине. Что это такое? Это проявление духовности? Это проявление? Я вам скажу, такой человек сам будет жертвой, потому что в нем, в его поведении нету никого. Это просто духовный рэкет, это шантаж, это не поведение любви, это просто я пытаюсь сломать другого человека под свои убеждения. Я вам хочу сказать, Господь никогда не занимается манипуляторством воли человека, никогда не занимается, знаете, вот в таком, чтобы поломать нас как личности. Он будет как добрый отец, будет наказывать, будет воспитывать, но мы должны сами принять решение, которое бы мы не приняли. Хорошо. Я вижу, наше время очень быстро бежит, но тем не менее, я хочу сказать, чтобы мы наблюдали за собой. Когда любовь становится холодной, в наше сердце приходит холодок, и мы начинаем не заботиться. Для меня на самом деле очень не имеет, ну, меня не трогает нужда или забота или боль другого человека. И это плохой очень признак. Знаете, очень часто мы пытаемся других людей согнуть под свои убеждения. И, например, когда мы живем в определенной, я тоже хочу поговорить с позицией того, когда мы очень быстро соблазняемся на всем. Прежде всего, хочу сказать, это не духовные погоны тебе нужно дать, что ты соблазнился, из-за того, что молодой верующий как-то себя или показал, или ведет, или делает что-то. Ты духовно зрелый, и сказал, вот я на тебе сейчас соблазнюсь. И так дальше. Это никогда не признак духовной зрелости. Помните, однажды Матфея 9 глава 14 стих написано, тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят ему, почему мы фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся. Как вы думаете, почему они сказали эти слова? Я вам хочу сказать, что очень важно нам посмотреть в мотивацию, когда мы пытаемся построить других людей под наши убеждения. Послушайте меня очень внимательно. Я говорю быстро, потому что у нас очень мало времени. Знаете, сколько раз я видел в церкви поведение такого, когда мы пытаемся других подстроить под свои убеждения из-за того, что а почему я должен, а сестра рядом нет? Почему? Знаете, помните, Николай недавно проповедовал, когда Петр говорил, Иоанн говорит, что Иоанн, а ты иди за мной, и Петру, и ты иди за мной, тебя повяжут, и поведешь, куда не захочешь. Господи, а он что? Я что, самый правый, что ли? Я самый крайний, что ли? И мы начинаем думать, подожди, а почему так? Вот эти постятся, что, пост это приятно или неприятно? Это очень больно, неприятно, это сложно. И они возмутились, Иоанновы ученики. Вот мы постимся, мы смиряем себя, мы там плачем, одежды разрываем, сидим, а пришел новый учитель, молодое поколение. Ты смотри на них, знают, как Богу служить, ни разу в жизни еще не попостились. И приходят уже, это же склокотало какое-то время там в сердце. Приходят потом и говорят, почему мы постимся, а вот твои ученики не постятся? Просто, ну, настолько зацепило их, мы же все Богу служим, почему мы должны им учиться? А они нет. Они никогда не будут настолько духовными, насколько мы будем духовными, научи их поститься. И что Иисус сказал? Ихнее время придет. Сейчас не могут сыны чертога мрача, то есть брачного поститься. То есть, о чем я хочу сказать? Очень часто нам не позволено увидеть та специфическая ситуация или жизнь, в которой проходит или живет этот человек. Сколько раз я вижу во время поста, когда кто-то постится, даже первый раз взял с нами Даниловский пост в этом году и уже заходит в церковь. Ты постишься, брат, сестра, ты постишься? Нет? Ага, ясно, все с тобой. Ну, все понятно, конечно. Ты благословения не хочешь в этом году. Я хочу, ничего страшного. Я хочу, вот моя семья будет, а ты не хочешь, не хочешь поститься. Также ешь мяско вкусненькое. А сошел-мидио? Не ушел сошел-мидио? Да, слушай вообще, не знаю, будет ли тебе покаяние или нет. Почему мы это делаем? Потому что нас тревожит, что мы должны, что мы не должны. А что, если я вам скажу, давайте сейчас острый момент, и потом я попрошу оператора, чтобы это вырезали. А что, если сестричка носит косынку и носит ее так молодая, как я смотрю в церквях, я же уже в церкви не один раз, носит на затылке, прищепана так, что ее даже незаметно, что там косынка. Вся спрятана в волосах. Но носит, но носит. Брат спрашивает, сестра, ты где, в косынке или? Да, я в косынке, у меня косынка вот там, знаете. А потом та же сестра лайкает, почему сестры, почему я должна носить косынку, а жена вот того не должна носить. Это на каком основании? Я вам хочу очень часто на основании наших человеческих правил и убеждений. Если ты носишь косынку, да благословляй Бога, что ты это делаешь для Бога, перед Богом и для славы Его. Ты сделал кому-то замечание и сказал, да, но не живи в гражданской войне из-за того, что кто-то не понимает вещи так, как понимаешь ты. Очень часто мы становимся этими учениками, понимаете. И мы, с одной стороны, я прежде всего хочу сказать, да, как служитель церкви, мы читаем священное писание, мы вдохновляем людей, но в итоге никого из вас я на замечание ставить не буду или отлучать из церкви за второстепенные вещи. Сам апостол Павел, если вы почитаете ту же самую главу, где он говорил об этих вещах и головных уборах, он говорил, мы не имеем привычки спорить об этих вещах в церквях Божьих. Кто понимает так, пусть понимает, кто не понимает, пусть понимает, как понимает. Если великий апостол Павел так говорил, ну, я вам хочу сказать, мы будем разделять ту же самую позицию. Тебе открыто? Делай так. Не открыто? Делай, как сегодня тебе открыто. Самое главное, люби Бога, люби ближнего своего, никогда не соблазняйся на других людей, что они что-то делают или чего не делают, из-за того, что делаешь ты. Он пред своим господином стоит и ему даст отчет. И к этому мы идем к римлянам, 14 глава, хотел бы прочитать для нас тоже. И... Это, знаете, бывает очень часто такой дух контроля, что все должно быть только так, как я понимаю. И я очень сильно в оппозиции против этого. Потому что я вам хочу сказать, я не все понимаю. Я 20 лет назад, когда я только уверовал, я помню, я проповедовал с этой кафедрой, и сзади у нас братья сидели. Я разворачивался со старшим братьям и давай им, знаешь, рассказывать как и что и бросать им вызовы. Сегодня прошло 20 лет, я понимаю, что тогда, когда я думал, что я все понимаю, я ничего не понимал. Ничего не понимал. И чем больше я понимаю, познаю Бога, тем больше я понимаю, что я очень мало понимаю. Но я понимаю одно, что ненависть это никогда не от Бога. А любовь и понимание это всегда признак человека, который встретился с Богом. Римлянам, кто-то может сказать аминь на это или нет? Аминь. Римлянам 14 глава, я хочу прочитать следующее. То есть, даже хочу сказать, твое служение, те вещи, которые ты делаешь, если ты их делаешь для человека, чтобы тебя лишний раз, это тоже, проверь свои мотивы, убедись, что ты делаешь для Бога. Римлянам 14 глава, написано следующее слово. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи». Римлянам 14 глава, третий стих. «Кто ест, не осуждай». Что делай? Не осуждай. Если ты ешь, и ты уверен, что есть. Я знаю некоторых людей, христиан, которые не едят мясо, которые верят, что Бог изначально мясо не давал людям есть. И они вегетарианцы из-за того, что Бог не благословляет человека, чтобы он ел мясо. Искренне верят. Будешь с ним сидеть и Писанием открывать. Бог все сотворил, чтобы вкушали его. Есть некоторые, свинину не едят. Или какие-то выбирают вещи из Ветхого Завета и решают в своем сердце не есть это. Ну, он не ест и славит Бога. Ну, что я его буду судить за это? Библия дальше говорит. «Не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба, пред своим Господом, он стоит или падает и будет восстановлен, ибо силен Бог восставить его? Он имеет своего Господина, пред которым он стоит, и все, что ты можешь делать, ты можешь молиться, благословлять. Если эти вопросы не касаются вопросов спасения, я не верю, что человек ест ли он мясо или не ест, от этого зависит вопрос спасения. Не осуждай его. Но я вам хочу сказать, вот скандалон, что это и делает скандалон? Скандалон заманивает меня, что я проглотил эту наживку, а потом жил с осуждением человека всю жизнь из-за его выбора, которые он делает. И далее Писание говорит, иной отличай день от дня, например. Некоторые думают, что только в субботу можно поклоняться Богу, некоторые воскресенье. А другой судит о всяком дне равный. Всякий поступай по удостоверению своего ума. И далее 10 стих. Ты, кто ты, что осуждаешь брата твоего, или ты, что унижаешь брата твоего, все мы предстанем на суд Христов. И далее 12 стих. Итак, каждый из вас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судить и о том, как не подавать повод брату в случае преткновения и соблазну. Хочу сказать следующий момент. Недавно мне задавали вопрос, как мне поступать, если одного человека очень сильно раздражает или соблазняет как хотите на мое определенное поведение. Я хотел сказать, несмотря на то, что это человек старший, а это человек помоложе, я хочу сказать, человек более духовный, человек более любящий, он всегда будет заботиться о том, чтобы не оскорбить чувства и не сделать так, чтобы человеку в итоге доставить определенное чувство дискомфорта или подтолкнуть его к какому-либо греху. Апостол Павел говорил, например, что в капище там приносили жертвы идолам, и некоторые покупали мясо и даже не спрашивали, потому что Господня земля и все, что наполняет ее. А немощный человек, который только пришел к Богу, еще не совсем понимал, его это могло сильно соблазнить. И Павел говорил, ради совести немощного человека, не подталкивай его ко греху. Если тебе при нем его присутствие объявили, это мясо было идоложертвенное, то откажись от этого мяса. Ты не умрешь, а то не покушаешь эту пищу, но брата своего ты вдохновишь, брата своего ты поддержишь. Я хочу сказать, какие бы мы ни были духовные, никогда не признак духовности, когда мы лезем на рожон, чтобы продолжать гневить и расстраивать человека, знаете, по какой бы то ни было причине. Мудрый человек всегда послушает, что происходит в обществе, послушает себя так и сделает так, чтобы не подавать повод брату своему к тому, чтобы он падал и к тому, чтобы он притыкался. Далее Павел говорит, я знаю, уверен в Господе, что нет ничего само в себе нечистого, только почитающему что-либо нечистым тому нечисто. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоей пищей того, за кого умер Христос. Да не хулиться ваше доброе. Очень часто у меня есть знания. У меня есть знания, и у меня есть определенные отношения с Богом. Ты ушел. Спасибо. Не соблазнитесь о мне, пожалуйста. У меня все нормально, у меня все хорошо. Не осуждайте, знаете, тех, за кого Христос, представьте, за кого Христос умер. Проявяйте чувствительность, потому что чувствительность не способен проявить, как мы позже читали, тот человек, который сердце охладело любовь по причине умножения беззакония. Ему все равно. Но человек, который любит Господа, ему не все равно. Библия говорит, ибо Царство Божие не пища и питье, но мир, праведность и радость во Святом Духе. Кто этим служит Христу, тот угоден Богу и достойен одобрения от людей. Итак, будем искать того, что служит к чему? К миру и к взаимному назиданию. Кто сим служит Христу, мир, праведность и радость в Духе и Святом. Вот этим нужно служить Христу. Этот человек достоин одобрения и от Бога, и от людей, которые окружают его. Поэтому я хочу бросить вам вызов, мои дорогие. Давайте быть теми людьми, которые не, мало того, что соблазняют, если мы научили какое-то мое поведение вызывать соблазн в другом человеке, сделать все усилия к тому, чтобы не хулилось мое доброе, чтобы человек в итоге был укреплен верой в Господа еще благодарил. И Библия говорит, ради пищи, то есть, что бы то ни было, что является причиной соблазна, не разрушай дело Божие. Это все на этом, на этом моменте. Помните, что же делать тогда, пару минут буквально сейчас, когда я вам хочу сказать, что люди соблазнялись на Христе. Знаете, что одно из имен и знаний Христа было камень, преткновение, камень соблазна. Так что получается, Господь, если люди на Тебе соблазнились, нет, иногда даже люди соблазняются на истине. Помните, на нем соблазнились, что он из не такого рода, с которого приходит пророк. И люди по взгляду отчей своих осудили Божьего Сына. По взгляду отчей. Он не выглядит как проповедник, он не выглядит как пророк. Мы знаем его отца и мать, это же плотник был, который... И соблазнились о нем. Я вам хочу сказать, никогда не делайте суждения просто по взгляду отчей. Вы не знаете фактор Бога и что Бог сделал в жизни этого человека, поэтому не судите по взгляду отчей. По слуху ушей мы сегодня будем принимать вечерю Господню. Помните, сколько учеников оставило его, когда он сказал, если не будете есть тело моего и пить мои крови, не можете быть моими учениками. Что они сделали? Слушай, какие странные слова. Кто может это слышать? Соблазнились о нем и отошли от него. В чем была суть? Они понятия не имели, что когда-то это станет святой заповедью, которая дает жизнь сегодня. Они судили его по слуху ушей, где Христос сказал, слова мои, суть дух и жизнь. И очень часто наши понимания, очень часто наши рамки духовных убеждений или что бы то ни было, они ставят нас в позицию, где мы просто не согласны с тем, что за эти рамки выходят. Мы спорим, мы спорим с людьми, мы спорим с Богом, мы говорим, не может такого быть, не может такого быть, так не может поступить Господь, и мы соблазняемся. А с облазну нужно прийти, потому что на наковальне с облазна, под ударом молотка обстоятельств, высекается настоящее терпение. каково узнать о Боге, что Он гораздо больше, чем ты даже можешь себе представить, если не начать проходить через ситуацию. Он страдал не из-за того, что Он был грешный, Он страдал за то, что Он был праведный. И в Его голове это абсолютно не вмещалось. Я вам скажу, Он ходил по лезвию ножа, по лезвию ножа, чтобы соблазниться о Боге. Он говорил, я зову тебя, приди, давай мы с тобой поговорим, где я, в чем я виноват и согрешил. Он жил с убеждениями, что Бог так не поступает с людьми, которые служат Ему. А Бог поступил. Знаете, Библия говорит, кто это, что говорит, и то бывает, и то бывает, чему Господь не повелел быть. А я вам брошу вам вызов. Еремия сказал, таких вещей не бывает. Бог в контроле, и Он в контроле всегда. Мы сегодня смотрим на Украину, и некоторые говорят там это, это этот Сатана, это это то все. Я вам скажу, Сатана никогда не будет иметь власть больше, чем имеет ее Бог. Слышите, церковь? Я вам хочу сказать, мы сдаем свои позиции, когда мы вручаем, что бы то ни было, знаете, инициативу. Да, Он на земле, да, всякое зло творится его руками, но ему необходимо разрешение от Бога. И мне сложно говорить, я вам скажу, многие атеисты именно на этом на Боге и соблазняются, соблазняются на истине, как Он может позволить детям в Африке голодать, как Он может позволить несправедливости происходить на земле, которая вызвана часто нашей греховностью. Иеремия в своем книге говорит, хватит сетовать на Всевышнего, каждый сетуй на свои грехи, очень часто это грехи Твои, грехи народа и наше непонимание. Часто, может быть, Бог просто хочет изменить нас и пригласить на Его уровень гораздо ближе к себе, чтобы мы поняли Его. Однажды Ассав пришел в Дом Божий, вы помните, да? Пришел в Дом Божий с таким огорченным сердцем. Господь, что такое? Я смиряю, порабощаю сердце мое, я служу Тебе, я падаю, я целыми днями как choir boy пою в хоре и благословляю имя Твое, а вон там эти нечестивые, что хочет, то и делает, живет как хочет, ездит на чем хочет, живет где хочет, у него в окружении, у него там гарем целый, у него все, а я такой вот стою целыми днями псалмы, хвалы Тебе пою. Он говорит, мне было так сложно в глазах моих, я не мог понять, как это вместить, ты что, несправедлив ко мне? Он говорит, сердце мое терзалось, я был как животный, я плакал перед Богом. Он говорит, потом я вошел, в собрании, там где братья мои пели и благословляли вечное имя Господу, я понял, слушай, они же временны, ты даешь им поиграться в этой песочнице на 70-80 лет, а потом они соскользают в преисподнюю, откуда никогда, а я, а я, а я вечно с Тобою, на этой земле я, я 70-80 лет, и потом, я не успею закрыть глаза, как я буду в храме Твоем, петь хвалу Тебе, поднимая руки и говорят, Господь, вся вечность ожидает меня в моих отношениях и близости с Тобой. Вот к чему я иду. Он говорит, внезапно мои глаза открылись, и то, что вчера вызывало меня, когда я лежал на наковальне с облазна и бился по голове обстоятельствами, на самом деле Бог высекал во мне настоящее терпение и мудрость, чтоб я научился доверять Ему в этих обстоятельствах. Бог видит и знает и допускает. Бог видит, первое, исцеляя свои сердца от соблазна. Бог видит и знает и допустил не выше моих сил и допускает как для праведных, так же и тогда, когда мы согрешаем. Дьявол против нас, сатана против нас, но он действует на разрушение, разорение, уничтожение с хитростью, лукавством, обманом. Он лжец и отец лжи, он же и клеветник братьев, который заставляет нас друг на друге соблазняться и разделяться и ненавидеть друг друга. Но его власть ограничена Богом Отцом, поэтому никогда не фокусируйся на обстоятельствах, и на людях не теряй мир своих отношений с Богом. Третье, Бог поставит все на свои места. Посмотрите, например, Иова, как однажды его горечь, когда Бог из бури отвечал ему и говорил к нему, ну-ка, давай поговорим, подвяжи чресла свои, я хочу поговорить с тобой, Иов. Бог отвечал Иову из бури, послушайте, это современный перевод, я хотел бы прочитать для вас. Иов говорит, кульминация этой истории, я убежден, Господи, Ты можешь все, ничто и никто не может нарушить Твои планы. Ты спрашивал, кто это мутит воду, нервежественно, запутывает проблему, сомневается в моих целях, и Иов говорит, я признаю, это я, я был этим человеком, я болтал о вещах, находящихся далеко за пределами моей компетенции, я болтал о чудесах, говорил поверхностно, выходящих за пределы моей головы, а Ты сказал мне, послушай, позволь мне говорить, позволь мне задать Тебе вопросы, и задавая мне вопросы, Ты дал ответы на все мои вопросы. Я признаюсь, что когда-то я жил лишь со слухами о Тебе, теперь я обозрел, обрел знания из первых рук, из моих собственных глаз и ушей. Мне жаль, прости меня, я никогда больше так не сделаю, я обещаю, я никогда больше не буду жить на корочках слухов и крошках поверхностных высказываний о Тебе. Вот причина соблазна. Очень часто мы живем на крошках, которые мы из кафедры услышали, но не имея живых отношений с Богом мы теряемся, мы начинаем болтать о вещах, которых мы не знаем, мы начинаем суждения производить по всей лице земли, как будто мы там вместе Всевышним, когда Он творил землю, говорили, вот так ты проведешь круг земли, вот такие будут хранилища для облаков и все прочее. Я хочу бросить вам этот вызов. Подумайте об этом. Поэтому не судите обстоятельства, не кусайте обстоятельства вокруг вас. Вспомните Иосифа. Через которого Бог захотел, чтобы был спасен весь его народ и его собственная семья. О, если бы он соблазнился на своих братьев в тот момент и разрушил бы план Божий о своей жизни. О, если бы он потерял свои отношения с Богом и сказал, Бог, ты так не можешь поступить, ты сказал мне одно, а сделал совсем другое. Я не могу понять твоих планов и сошел бы с дистанции. Но он был человеком, который доверял Богу до конца. И знаете, что позже он увидел? Слушайте мне. Он увидел, когда братья разрушали его будущее, его семью, когда продавали его как раба. Раб никогда не может иметь право иметь свою собственную семью. Он видел, что они делали тогда своими руками, когда ложили его в ров. Когда ложили его в ров, они на самом деле своими руками тащили его на тот трон, на котором однажды он будет сидеть. Слушайте, когда они опускали его в яму своими руками, они на самом деле сажали его на престол. Но это может увидеть только тот, у кого есть мудрость от Бога и который знает, что твое намерение не может быть остановлено и ты все можешь. И никто рядом со мной, никто подо мной, рядом со мной, ни босс, ни человек, ни брат, ни сестра не в силах нарушить мою судьбу, которая связана только с тобой, Господь. Почему мы соблазняемся? Потому что наши соблазны вызваны страхами, что человек наклеветал или сказал, или предал, или продал меня. И теперь моя жизнь в его руках, из-за него я неуспешен, из-за него у меня не получает, из-за него разрушена моя жизнь или моя судьба, и мы ставим человека на позицию Бога в нашей жизни. И мы таким образом творим тризон, предательство. Мы никогда ты не имеешь права поставить никого, кто тебя соблазнил, в позицию того, кто о тебе заботится. Иосиф позже это понял, что когда они продавали его в раба, лишая его возможности иметь семью, они на самом деле ставили его в позицию там, где он обретет самую красивую женщину в Египте. И что он останется бездетным рабом, на самом деле они делали то, что он однажды будет иметь сыновей, которых сам Иаков заберет себе и скажет, это сыновья, которые рожденные в этой скорби, в этой земле, они мои сыновья, они те, которые понесут благословение в Израиле, и которые будут говориться, да благословит тебя Господь, как Ефрема Монасию в Израиле. А в то время Иосиф плакал и думал, за что Господь, у меня никогда не будет того, или не зная Божьих планов, что эти предатели и братья, которые поступили так плохо, они сажали его на престол, они заботились о том, чтобы у него однажды была красивая жена, о том, чтобы у него были благословенные дети, рукою тех, которые ненавидят нас, очень часто Бог благословляет нас, если мы не начинаем заморачиваться и начинаем стрелять в тех, которые окружают нас, отдаем это все в руки того, кто имеет власть над нашей жизнью. Слышите? Я думаю, достаточно сегодня. Псалом 118, 165 стих говорит следующее слово. Велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения, нет им соблазна. Уповая на спасение Твое, Господи, и заповеди Твои исполняю. Велик мир у любящих, что? Божье слово. Божье слово никогда не вытеснит от меня мнение политиков, мнение людей, злорадствующих, какие бы то ни были, у меня есть Божье слово. Оно утверждено на небесах, и я им буду кормиться, им буду жить. И такому человеку соблазна нет, он имеет связь с Богом. Я посмотрел в Священном Писании, я видел люди, которые встречались с Богом в очень тяжелых обстоятельствах жизни. Это был Иов. И Бог отвечал ему из буря, и когда Бог заговорил, вещи стали на свои места. Илья не мог понять Бога, и хотел жизнь самоубийством закончить под можжевелевым кустом, и говорил, Господь, я сдаюсь, и больше не могу. Господь его призвал к лицу своему и сказал, ну-ка, иди ко мне. И в тихом веянии ветра слабый, разбитый, депрессивный Илья вдруг стал мощнейшим пророком, который пошел и доделал то, что Бог сказал ему доделать. Личная встреча с Богом решает вопросы. Я вчера разговаривал с человеком, с одним служителем, который, когда ему было три годика, он потерял мать при родах, когда она рожала мальчика, его брата. Он говорит, я помню, сидел на руках отца, и я смотрел на свою сестричку, которая плачет, рыдает, захлеб. В гробу лежит мать, лежит сын новорожденный, и говорит, я спрашиваю своего папы, папа, а что они плачут? Что Галенька плачет моя сестричка, не понимая, что происходит? Позже он понял. Я говорю, слушай, как ты пережил этот момент? Он говорит, знаешь, сколько часов я проводил, потом пришлось ему жить с мачехой, которая никогда не смогла ему оказать настоящей материнской любви. Он жил в очень тяжелых обстоятельствах. Я говорю, знаешь, сколько людей я укрепил, когда сказал им, если у вас есть мать, цените ей, любите ее, через трудности, в которых я был воспитан, я смог многим людям помочь и поддержать их, потому что я проходил через это, и мне было очень тяжело. И говорит, я до сих пор не понимаю, почему Господь это сделал. Но только встречаясь с ним в молитве, помню, когда мальчишка был обиженный, может быть, я говорил, Господь, зачем ты забрал мою маму? и в общении с Богом, говорит, приходила такая радость наполнения Святым Духом. Я знал, что Бог ничего не делает просто так. И через Божие Он смог своей болью помогать и исцелять другим людям. Последний пример я слышал, знаете, за самых сильных солдат Navy Seals. И однажды у них брали интервью и говорили, кто из них, которые в итоге становятся самыми элитными войсками. И этот генерал говорит, знаешь, я не могу тебе сказать, кто из них становится, но я не могу тебе сказать, кто не становится. Ими никогда не становятся Star College Athletes, атлеты, которые были самыми крутыми перцами в колледже, на которых все смотрели и эти черлидерсы им аплодировали, потому что это не те ребята, которые становятся самыми теми, которые в тяжелых обстоятельствах, которым бы ты доверил свою жизнь. Он говорит, это не те ребята, которые с огромными мышцами, все в татуировках, которые пришли и готовы всем показать, какие они крутые перцы. Он говорит, таких ребят никогда не бывает в этих элитных войсках. Не бывает также тех лидеров, которые все время поднимают свой нос и все только заставляют другим, чтобы другие все делали, другие все решали за них и так дальше. Он говорит, ну знаешь, что становятся этими ребятами? Ребята, которые трясутся от страха, которые ты посмотришь в них, они трясутся от страха, но во время, когда они полностью экзастуют, физически, эмоционально, душевно, духовно, они способны пойти где-то вовнутрь себя, вытащить какую-то силу, чтобы помочь солдату, который рядом с ним, человеку, который рядом с ним, которому тяжело. И он говорит, мы поняли, что на самом деле могущественная сила это любовь, это человек, который способен служить другим, когда ему самому очень тяжело, который способен вытащить эту силу. Эта сила закаляется в нас, бывает очень часто, наша драгоценность в сложных обстоятельствах. Сегодня мы вспоминаем страдания Иисуса Христа, нашего Господа. Мне кажется, нет более страшной истории, нет более сложной истории, когда там он был предан своим другом, его оставили его все друзья, он остался абсолютно один. Его избивали так, что невозможно было его узнать, он по улице нес этот крест, его предали, вместо него отпустили предателя, и те, которые отпускали, они знали, что он ничего злого не сделал, и знали, что предатель достоин смерти, но отпустили предателя, а его предали смерти. Когда висел он на кресте, они плевали на него, они заущали его, они унижали его, они подавали ему губку, которая была из туалета, из паблик туалета взята, чтобы он взял уксус и пил, и освободил себя от боли и от агонии. Он висел абсолютно обнаженный на том кресте, страдая за нас. И мы сегодня вспоминаем такого Господа, Которому мы служим, Который на все это пошел ради нас, и вися на том кресте, молился за обидчиков. Говорил Отец, они не понимают, что делают, не именим этого греха. Мне нужно пройти через это, но их отпусти. Дай им милость Твою, и дай им Твое спасение. И мы сегодня христиане сидим в церквях уютных и готовы в церковь не ходить, если со мной не поздоровался дьякон там или пастор, или что-то произошло не так, как мне угодно. На что мы, во что мы сегодня превратились в церковь? И мы называем Его своим Господом, по примеру Его идем, но чуть не так клавишу нажали на прославление, или чуть не так что-то, мы все, мы готовы растаять, мы готовы топнуть ногой, мы готовы всем рассказать, что и как, и как, и зачем, и почему. Я хочу сегодня бросить вам вызов. Давайте будем больше такими, как Он, и меньше такими, как мы. Слышите? Сейчас у нас будет молитва. Я бы очень хотел, чтобы каждый из нас глубоко посмотрел внутрь своего сердца, посмотрел, что сегодня у тебя офенс, какую наживку ты заглотил, и что сегодня терзает твою душу и твою жизнь. Отпусти ее перед Богом. Отпусти ее и скажи, ты имеешь ключи счастья и благословения в моей жизни, Господь. Только ты, я буду искать твоего лица и тот, кто имеет слово твое, имеет твой совершенный мир. Встанем для молитвы. Отец, мы приходим сегодня к тебе в этой молитве. Сказать тебе, как сильно мы благодарны тебе, Господь. Благодарны тебе за твое тело, которое было ломимо за нас, Иисус. спасибо тебе, мой Господь. Спасибо тебе за то, что на том кресте ты умер за мою немощь, за мой грех, за то, что твоя истина, она часто нас приводит к состоянию, где мы готовы соблазниться, где мы не понимаем и задаем тысячи вопросов за что, зачем, почему мы не соглашаемся с тобой часто, мы попадаем в сложные обстоятельства в своей личной жизни или обстоятельства с нашим народом или с войнами или трудностями, которые мы проходим, нам часто хочется выбросить белый флаг и сказать мы не понимаем, Господи, мы не понимаем. Но я прошу тебя, дай нам силы сегодня признать твое величие, признать твое могущество и сказать ничего не бывает, что ты не позволил быть, если ты позволил, мы пройдем через это, пройдем вместе с тобою, пройдем вместе с силою твоею, Господь. Да, в этих ситуациях я буду больше, мой корень будет больше углубляться в тебя и ветви мои будут тянуться больше к свету твоему, Господь. И с тени обстоятельств моей жизни я буду провозглашать твое могущество, Господь. Я никогда не буду признавать поражение и бросать белый флаг. Ты знаешь, Господь, в какое поколение мы сегодня живем, сколько многие сегодня соблазняются на чем угодно и вера многих слабеет, которая вызывает в них предательство и сложности, и растет ненависть и охладевает любовь, но это не церковь твоя. Ты сказал, что церковь твоя будет сплочена в единстве и потому узнаем, что мы твои ученики, когда мы будем иметь любовь между собою. Не лекции по два часа друг к другу, чтобы вместить понятие другого человека в мои понятия, но любовь и принятие. Как та женщина, которую однажды простил ты, и она умывала тебе ноги, Господь. Ты сказал, она любит много, потому что прощено ей было много. И дай нам сегодня, Боже, не закутываться в одеяло самоправедности, не задирать нос, Господь мой, в гордости своей человеческой, говоря, что я лучше, чем брат или сестра, стоящий рядом со мной. Дай нам быть людьми чувствительными к боли и горечи других людей. Дай нам, мой Господь, силы сегодня признавать Твое могущество и хранить мир в своих сердцах, чтобы мы, как церковь твоя, могли быть этим пророческим голосом к поколениям, которые идут сзади нас. Примером для своих детей, которые бы видели, что мы готовы любить и принимать людей, такие, какие они есть, и что только любовь способна исцелить. А ненависть ставит только преграды. Но преград не будет на небесах. Не будет на небесах комнат для русских, украинцев, евреев, баптистов, пятидесятников, православных. На небесах будут все одно Твои, спасенные из разных народов, которые, когда Ты был голоден, они кормили Тебя, когда был на коне, одели Тебя, когда видели человека в нужде, они помогли, которые способны были хранить любовь в своем сердце, несмотря ни на что, что окружало их давление, сложности, несправедливость. и мы сегодня приходим к Тебе такие, какие мы есть, Господь, на этом служении, чтобы сказать Тебе, Дух Божий, Ты произведи работу в наших сердцах, которую только Ты можешь сделать, вытаскивая горечь и наполняя нас познанием славы Иисуса Христа. Мы хотим встретиться с Тобой сегодня, Боже, у этой тарелки, которая будет проходить, Господь, мы с телом Твоим, у этой чаши, с кровью Твоей, мы хотим встретиться с Тобою и принять жизнь Твою внутрь нас. Святой Дух, мы благодарны Тебе за все. Великий Бог, Отец и Сын, Дух Святой. Аминь.